В одном из минулых выпусках у «Навиэнергионы» разглядали зворот на горячую линию от ЖХР Кобрына, на которые выступили с упрость будовництва станции «Сувязи» одного из сотовых операторов в непосредной близкости до жилых домов. Листи у района Виканкам, по их словах, недалеча к анагавиннику. Тогда Кобрынчане звернулись у Абл Виканкам и поведомили про это на нашу горячую линию. Отповедный законным термин мы отримали официальный отказ на телесюжет. Нагадаем, у ЖХР в улице 50 год БССР было одразу две остяроги с нагодой соседства с вышкой. По-перше, это негативный плод на здоровье, а другая причина – тяжкая конструкция, усталеванная на болотистой местовости, по меркованиях людей, может упасть на домы. На стадии проектировки станции отказные службы обследовали участок. Обмежевание по узведению объекта не выявили. Значит, вышцы быть. Официальные листы с Кобрынского райвы Канкама сдались и мясцовым ЖХРам малопереканальными. И тогда, до выражения этой затягнувшейся спрежки, помеж людьми и оператором мобильной совязи, подключились корреспонденты новин региона и специалисты с Абл Виканкама. Шарах додатковых обследований в мясцовости и знову неманьяких перешкод до будовництва, окромя ведома, незадовольных Кобрынчан. Уличивающий незадоволенность мясцовых ЖХРов, Комитет по архитектуру и будовництву Абл Виканкама накеровал официальный лист сотовому оператору с просьбой разглядеть новые земельные участки для будовництва станции. Мы связались с одним из ЖХРов в улице 50 год БССР. Мужчина поведомил, что на этот момент будовництва не вядется. Али люди до этого часу баррикадуют проезд. Альтернативные места для заведения вышки знаходятся на ускрайне города и целиком задовольняют Кобрынчан. Что тычется сотового оператора, то и он, поведомили у компании, будет действовать в рамках законодавства. Каб разглядеть новые места для будовництва, потребны додатковые сродки и час. Однако, где именно усталют станцию, по кульшту никому не вядома. Катерина Булатецкая, Александр Севицкий, областные новины, Брест.